Всего на чемпионаты первенства области по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе приехали представители пяти школ акробатики. Конкуренцию с Саровчаном составляли нижегородцы и спортсмены из Арзамаса. После области у нас это идет отбор как бы на привозке федерального округа, который будет проходить в феврале в Оренбурге. Высокий статус и значимость этих соревнований оказали влияние и на настроение участников. Каждый старался выступить на максимуме своих возможностей. Набрать высший балл и попасть в состав сборной можно было только при условии идеально выполненных двух подходов. На своем первом прыжке Даниил Федоркев при приземлении потерпел неудачу. Несмотря на это мальчик с позитивом смотрит на тот вид спорта, который он выбрал четыре года назад. Мне нравится, потому что я могу быть сильным, уверенным и веселым. Как признался юный спортсмен, при первой попытке он от волнения не успел открыться и выпрямить ноги, поэтому произошла досадная ошибка. Ко второму подходу Даня собрался и сделал все без помарок. По словам Александра Абакарова, Саровская школа прыжков на батуте и двойном мини-трампе по-прежнему одна из самых сильных в области. Вот недавно мы съездили на открытые первенства Нижненовгорода. Мы там привезли 14 наград. Всех больше набрали из всех школ, которые выступали. На первенство ПФО отобрали лучших спортсменов, а значит у знаменитых саровских чемпионов. Михаил Изоломина, Александр Одинцов и Ирина Алексеевой подрастает достойная смена. Кирилл Васильев, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.